Ампликация идет по выходному уровню, да? короче вот такая схема, вот когда низкочастотники В стороны Либо в разные стороны, либо внутрь Она, наверное, лучше в плане комнатных резонансов Ну, по крайней мере, у себя я это услышал Ноты попадают в некоторые резонансы И она либо совсем проваливается То есть ноту не слышно практически баса А потом бывает, что пуф, и сразу взлетает высоко Вот это хорошо здесь Потом общий уровень баса у них Ну, конкретно в этой комнате нормальный То есть ни много, ни мало Но вопрос в его качестве То есть я услышал конкретно, что Вот, возможно, корпусные резонансы есть Но можно по кумулятивному спектру Потом будет посмотреть, проверить Вот, то есть, возможно, стенки Не очень толстые И вот даже если сейчас Да, вот звук такой Довольно Он низкочастотный То есть чем выше звук, тем жестче стенка Скажи, там завезли вату Или забыли завести вату Наверное Наверное, вскрытие покажет Ладно, посмотрим Ну, короче, в целом по басу мне понравилось Кроме вот именно то, что он непрозрачный То есть там какие-то призвуки я услышал Укрупняют они образы То есть они даже несмотря на то, что динамики маленькие Образы вот такие вот примерно То есть если голос, то он вот такой звучит И на дискантах На дискантах это С Вот эти звуки человеческие Там щи, щи Вот это, ну, шипящие Вот они вот Их вот так вот размазывают Высоким Чуть-чуть задранный Наверное От 10 до 20 Есть подъем Я так чувствую Ну, от 8 может быть До 20 Не знаю По графику посмотрим Общая прозрачность Она чуть-чуть такая Завулированная Смазанная Вот То есть некоторые нюансы Не слышно в записи Возможно Не знаю Что, на меня смотрите Как будто надо сейчас Моё экспертное мнение, да? Яблоки елы послушать, да? Я могу сейчас сказать Всё, всё правду вам Ну, вот интересно Заключение сравнить С измерениями Реальность и ожидания Вот это и есть Корректировка Ожидание реальностью Да Слушай, мне кажется Ты настолько упал Низко, что ты Уже не возьмёшь это домой Ты выкинешь на балкон Или как? Ну, если я выкину на балкон Ты же придёшь Заберёшь На самом деле Колонки неплохие То есть Да Учитывая ценовой диапазон Я считаю Что это хорошие колонки Я считаю Что это барахло Надо добавить туда ваты И она всё сразу решает Середина немножко Добавляет много От тебя Корпуса Корпус, да Слышно Мне показалось Но если это корпус Единственное Чего бы я делать Не стал Вот как они сделали С точки зрения Инженерного подхода Это три средних частотника Сразу Мне кажется Что это всё-таки Сделали для того Чтобы они визуально Казались офигенными Вот по факту По факту Вот они Три средника Вот так стоят От них получается От каждого До твоего уха Разное расстояние То есть Если треугольник построить Да Вот эти динамики Два Они окажутся Чуть-чуть подальше Чем вот этот На определенных частотах Случится противофаза Потому что От этого Прилетит сигнал Быстрее Чем вот от этих На определенной частоте На средневысоких Да Вот этот провал Может получиться По графикам Посмотрим Правильно Вообще С точки зрения Физики И колонкостроения Вот пищалку Вместо вот этого Динамика сюда поставить Да Чтоб получилась Система Деополита Вот в таком случае Вот это более оправданно Чем вот такая схема Угу Скучаешь По корветту Корветты Я продал Жалеешь? Да Задешево продал Колонки были В отличном состоянии Техничные Блин Пусть я жаму И ты вспоминаешь корветты Что с людьми происходит В общем Не продавайте советское Говно Оно все равно Вас не снится Ты ее осознаешь Что она Боже не будет Детельницей Колоночкой Она будет Препарирована Для науки Да Смотри какая красота Да Ты покажи мне басовик Она большая Это размер 75 гдн похож Подвес твердый Прям как будто Пластмассовый Подвес Пластмассовый подвес Так Было бы идеально Если бы ты высунул язык Высунь язык Ты когда тридцатки Разбираешь Тоже Я хочу измерение Узнать Пулька Вот для чего Вообще пульки Вся эта махинация Вся эта религия Что там пульки Все делают Зачем Ты знаешь что Пульки Делались для того Чтобы Приклететь Красиво Красиво? Да Необычно Значит Должны купить Значит И вот почему Купил его То что я твинчивый Не особо интересно Тем интересно Какой фазинвертор Попробовать Вот в этой части О Я угодно Мне надо покрепить Мою морду Я не знаю Что показывать Я просто Я говорю Это неодимовый Магнит Это нормально Тут видишь Полярность Не перепутать Это что Это шелк Или тряпка Это ткань С пропиткой Можно потрогать Лучше не трогай Ты его помял Да Немножко Я-то думал Ты его реально потрогаешь Ты его взял Надую Вклеен колпак Она не снимается Да? Нет Вклеена Ну вот собственно Тут объем весь Нет объема Не, я сейчас Волнованный От того Что я сейчас Увижу Ты видишь Влад Что ты видишь О май гад Я вижу вата Блин Она все-таки Есть Но она вот На среднем Я думал, что ее нету Еще вот эта бумажная Хиленькая такая Поэтому Лучше наверное не трогать Пускай так Так мы должны его измерить Один на динамик Давай измерим Одну Цепим Что ты хочешь сделать? Отдельно Замерить его отдельно От всех группы Ну чтобы знать Какой у него выброс есть Угу Ты мне нравится Поля? Поля, да Мне нравится У меня загадочность Ну да Я замечаю Что это как будто Среднечастот не похож Высокая частота Резонанса А, напитная Сжама Фирменная Сжама 79-122 И тут дырки нету Отверстия нет Скажи еще раз Обведи пальцем Короба Докуда Закрывает Так Здесь колпачок Типа Угу И вот здесь Оно похуже Ну и продува Нету Вот здесь Получается Ну это как у 7 У 7500 тоже нету Продува Но даже по магниту Видно что Главное что Вот здесь дырка есть Тут дырка есть Да А у 7500 не у всех Есть дырка Угу Какой резонанс? Чувствия да Твердый Да Он очень твердый То есть у него Довольно высокий Резонанс Прямо чувствуется Что резину эту Мять надо Разминать Оттянно Каждое утро Разминать Чтоб прикрывать Да не каждое утро Каждый ветер Ветер Утром Ты спишь Слушай Получается Хвата всего Только одна Вот здесь Вот сверху Вообще Не снять Никак Где там Твои пальцы А? Сталкер Которые тут Помогают Я так могу Помочь Подвиги Там что-нибудь Он только Помочь Сломать может Что-нибудь Мне кажется Это не Не сломаешь Никогда Только Ха-эн Что-нибудь Можно сломать Когда ты Так давишь На колпах Мне страшно Становится Да Что-нибудь Попробуй Бери свои Пакли Уже Отсюда Не Я хочу Еще раз Да Мне кажется 75GD Более ценный Товар Чем Вот этот Более ценный Да Я сейчас даже Портаю 75GD Молонером Пухающе Ему объема Не хватит Скорее То есть Этот динамик Заточен Под конкретно Вот этот объем И я уже О Тьфу Блин Нафиг Ты сломал А в тем Боясь Что этот Талкер Сломает Надо в колонке Ваты Значит Да Горишь Напихать А только Ваты Синтепон Я тебе Знаю Что Скажу Если тебе Интересно Вот так Я думаю Понятно Чего Тебе видно Да Но он какой-то Маленький Да О Железо Есть Железо Это хорошо То есть Все что надо Запихать Чтобы размеры Уменьшить И ты сказал Что это хорошо О Сейчас Что Ты еще Скажи Что Это вообще Прямо Чтоб Порвались Пуканы Аудиофилы Считают Что все Катушки Должны Быть Воздушными Да Вот Как Вот Этот Нет Ты Покажи Знаешь Вот Это Им Покажи Вот Подождите Сейчас Даже Керамику Покажу Смотри О Керамика Да Да Вот Она Керамика Как Без нее Запараллельно Все Запараллельно Все Контакты Запараллельно А вот Красный Что дают Вот Печалка Я вижу Красный Басовик Ну вот Видишь Он с катушки Идет Басовик Вот Это Красный Басовик Он идет Через Большую Катушку Да А Печалка Давай Посмотрим По дорожкам Там Нету Ни ват Ни перегородок Нету Ни перегородок Ни ваты Давай я туда Просуну И свет Включитесь Кто нибудь Ну что Там Все нормально 18 плюс Или 65 плюс Там Ни хера Не видно Я тебе скажу Во Смотри Нету Ни одной Перегородки Вообще Нет Никто Там Не обосрался Все Порядки У меня Для тебя Плохие Новости Там Ничего Нету Но Оно Здесь Переходит То есть Это Утоплено То есть Толщина Для низкочастотного динамика В принципе Очень ровный Вот В этом диапазоне То есть Его Очень легко Фильтром Очень низкого порядка Отфильтровать И будет все окей Вот Но единственное Что делить Надо На 250 300 Примерно Вот Такой Плавный Спад Сделать И будет Хорошо Вот Видишь Искажения Это Причем Третья Гармоника Идет Вот Вторая Лучше Бы Конечно Вторая Чтобы Вот Так Ушла Вот Это Уже Не Очень Хорошо Вот У Него Тоже Здесь Какая Фигурина Тоже Резонанс Какой Тоже Для Сравнение Берем Тоже Вот Близко Поставим Давай Тут Близко К Магниту Магнит Магнит Так Что Ну Вот Сразу Ну Вот Сравнение Толщина И Какая Тошина Тот Даже Ровнее То Вот Это Ровнее Получается Это Етон Етон Жама Етон Жама И Давай Посмотрим По Так Вот Дисторшин А Ну Тоже Срёт Слушай Значит Это Услуги Ну То же Само Вот Здесь Да Так Да Здесь Более Такие Резкие А Здесь Более Плавные 4.7 Ага 4.8 Ну Она Которая 6.0 Считается Чуть Чуть Больше Значит 6.0 А тут Ничего Не Написано Жама Штамп Только Жама Ну Ладно Низкочастотника Довольно Много 40 Гц У Менял Среднечастотного СБ Акустик 45 Плюс К тому Мы Видим Очень Большую Индуктивность Звуковой Катушки Просто Катастрофическая Что Это Много Витков Индуктивность Большая Она По-разному Регулирует Путем Медных Колец Катушек Но Здесь С высокой Индуктивностью Не бороюсь Вообще А Нам Не Нужно Для Басовика Он Не Нужен В Принципе Да То Есте Он Там Скорее Сего До 100 Герц И Плавно Спад Можно Считать Что 40 Герц Это Соответствует Тому Что Очень Тяжелый Диффузор 100 Граммовая Бумага Почти То Вес Добавили Чтобы 40 Получилось Очень Сильно Дубовая Резина Поэтому Диффузор Тяжелый Его Мы Померили Давайте Пересредник Очень Интересно Вот Эту Кварти Я Вижу У всех Динамиках С пулькой Вот Эти Резкие Всплески Очень Очень Много Причем Хорошие Динамики Продают За 20 Тысяч Рублей Допустим Один Динамик С пулей Именно С пулей И вот У него В паспорте АЧХ Вот Такая Ж Пример Зачем Она Нужна Блин Давайте Фазу Включим Вот Эта Фаза Что Вот Эта Пуля Делает Объясните Мне Пожалуйста Фазы Выравнивают Может Инженеры Какими Подскажут Акустику Проектируют Его можно Пульку Снять Нет Это Она В керне То есть Она Вместе С магнитом Там Есть Винт Вот Нет А что Будет Если Пулька Приклеена На Мембрану Ты Смотрел Как Будет Тест Я Не знаю Да Кстати Я таких Динамиков Тоже Не встречал Если честно Здесь Тоже Третья Гармоника Очень Выпирает Именно Желтый График И он Формирует Общий График Общий Гармонические Искажения И вот Здесь Он Самый Высокий Ну В Принципе Это Все В Допустимом Диапазоне 0,3% Я вижу 0,2 0,4 0,7 0,5 0,6 Нормально Пойдет Покажи Ватерфол Мне кажется На Это 2 Килогерца Уже Дребенг Да Вот Здесь Вот Эти Резонансы Они Слабо Затухают Но Это Не В Корпусе То Ее Мы В Корпусе Еще Не Мерили Сопротивление Проверим 12 Ом Поэтому Они Параллельно Включены Да Значит Редина 3 4 Ома 81 Герц 81 Это Похоже На То Что Как Мы Держим В Руках В Принципе Да Похоже По Мягкости Подвеса И По Массе Диффузора 81 По Омам 48 Минимум У нас 12 Вот Как Мы И Померили 12 7 И Вот Индуктивность Ну В принципе Нормально Пойдет Знаешь Что Мне Кажется Что Об этом Маленький Излом Если По Устину Увидеть Там Можно Будет Видеть Что На Нем Наконец Резонанс Это Поршневой Выход То На Нем Есть Брезг Вот Такой Попробуй Отчихаю Раз Похоже Это Горка И Вышла Из Порчевого Режима 1 6 Да Совершенно Верно Ты Жестоко Прав Вот Видишь У меня В руках Ну Да Вот Эти Колонки Срут Насколько Срут Настолько Что Слушать Их Не Хочется Скорее Сего Вот Это Мы И Слышали Спад Как Я Говорил От 4 До 7 Вот Он Но Сейчас Еще Включим Соберем Колонку И Уже Посмотрим И Подъем Вот Как Б От 7 И На 20 Уже Спад Идет Как Исправить Это Можно Исправить Магнит Туда Навесить Вряд ли Я думаю Что Вряд ли Эквалайзер Тебе В помощь Все Покажи Патерфол Ну Вот Здесь В принципе Все Спадывает Вот Сюда Можно Не смотреть Это Убирается Кроссовером У всех Пищалок Такая Пигня Вот А вот Здесь В принципе Никаких Пиков Нету Никаких Резонансов Все Хорошо Единственное Что Вот Он Вкручен Вот В такой Раструб И Вот Эти Острые Края Это Конечно Плохо Я Считаю Потому Что Они Дают Дифракцию И У Тебя Вот Это Все Работает Как Второй Динамик Еще Один Пищалка Только Вот Такая Ну Конечно В меньшей Степени Конечно Чем Сама Пищалка Но Все Рано Она Вот Это Дает Может Не Надо Ну Ты Хорош Блин Со Конечно Помню И Конкретно За счет Того Что У него Маленький Диаметр Здесь Около 5-6 Сантиметров Что Ли Ой Сломал Ну Все Капец До сих пор Помнишь Это Случай Конечно Помню Мне Интересно Насколько Рупор Влеет У У Меня Сейчас Пукан Будет Рвать Просто На Части С Рупором Без Рупора С Рупором Без Рупора Очевидно С Рупором Без Рупора Одна клетка Перец Ибл Инженеры Из Джамма Это Что Вообще За Хрень Вы Здесь Замутили Объясните Пожалуйста Ну Здесь Какое Объяснение Давай Придумаем Объяснение Что Они Делали Для Увлечения Мощности Вот На этом месте Ладно Увлечить Мощность Мить Давай Сейчас Не будем Поспешно Выгоды Делать Померяем По себе Вот Эта Пищалка Да Она Офигенная Вообще Она Опупенная Я тебе Скажу Ну По Искажениям Конечно Тут Как бы Ну Все равно Нормально Ну Вместо Уже Есть Частая Резонанс Вот Здесь Появляется То есть Самая Аплитуда Которую Она Вырабатывает Да Хорошо Все Хорошо Блин У меня Вообще Я Не могу Просто Я Не могу Ты понимаешь Я Не Могу Уважаемый Аудиофилы Делайте Колонки Сами Если Хотите Нормальный Звук Делайте Сами Если Не хотите Делать Сами То 3 Миллиона Колонки Стоит Нормально Пожалуйста А из него Можно Делать 3 Миллиона Из Эти Слушай Я Не знаю Я бы Из Всех Трех Оставил Только Один Порезал Бо Его Я Не Знаю Блин Ну Тут Конечно Он Кривущий Вообще Я Вообще Не Стал Такой Динамик Стоять Среднечастотник Тем Более Вот Такой Я бы Ни за Что Не Купил Песелочка На Неодиме Песелка Неодим 6 Ом Все Отлично То То есть Акустика В сумме 6 Ом Получается Да Как Она И Подтверждается Вангую По Внешнему Виду 2 Киловерца Не 1 Киловерц Разнанс Так 1 Или 2 1.5 Пусть Так У У Менская Подвеска Вишка Б Есть 1.6 Крутой Чувак Опытный Опытный Чувак Да В общем Да Индуктивность Маленькая Это Хорошо Вот И Тут 11 Ом Интересно Есть Там Лим Вата Под Ней Под Ней Скорее Сего Есть Да Вижу Видишь Есть Там, по-моему, какая-то пакля. Пакля сталкера? Да, вот где-то. Ну и слава богу, это на благо звука и науки. Что ты делаешь? Поднимаю и опускаю микрофон. Бас и средний работают. Да, бас и средний на одной клемме получается. И пищалка. Деление происходит примерно на 2,2,4 здесь я вижу. И смотрим, суммарно вот так выглядит. Как будто здесь прибавляет мощность, а здесь помешает мощность. Да, здесь прибавляет, а здесь прибавляет. То есть, как будто на 90 градусов фаза примерно. Вот эта область, она чуть-чуть вычитает витера энергию. И получается глуховатая. Да. Блин, инженеры. Их уже язык не поворачивается, назвать инженерами. Так не, знаешь, как называется? Это же маркетологи. Это вот эта область стоит 50 тысяч. Чуть-чуть получше будет 100 тысяч. Еще лучше 200 тысяч. Ну, кстати, да. Специально его ухудши, это будет 50 тысяч. Покупайте за 50 тысяч. Да, да, да. Но сначала давай... Блин, видос будет 40 минут про одну колонну. Отойди. Не слишком много чести для одной колонки, ты так измеряешь его? Да ты охренел что ли, а, блин? Ты меня тут стращаешь, давай меряй, блин, сейчас задаешь такие вопросы, блин. Не знаю, я тебя выгоняя, выгоняя, ты меня уже задолбал, блин. 30 градусов, а вот так ровно. Ага. То есть вот этот горбик уходит. Да, да, и... Вот, но все равно вот этот провал, он остается. Ну, ладно, в общем, за 50 тысяч типа сойдет. Трудно к чему-то придраться, в принципе. Вот то, что средник срал, да, на третьей гармонике, в принципе, это вообще... Посчитай, 50 здесь был, если есть, то у нас сейчас почти как Дали. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. В другие области уже 50 есть, да? Вне этой зоны. Да, 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 да. Все, у нас почти как Дали. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, да? 50. Угу. Ну, ладно, в общем, что я хочу сказать. Вот что я слышал, это то, что все-таки вот здесь выпирает какую-то середину, заметно, и провален на воду. Да, середину, да, ее слышно. Вот. Слышно вот этот провал, и слышно, что вот этот вот провал может получиться. Ну, по графикам посмотрим. Провал, и слышно, что вот это вот от 7, даже от 8, от 8 до 20, вот этот вот выброс тоже, его слышно. Импульс. Да, импульс, что? Ну, хуже, чем у Дали, но лучше, чем у советской техники. Ага. Вот это туда, сюда, туда, и спад. А надо, чтобы просто вверх и опустилось все. Вот. У Хека, кстати, примерно так же. Вот здесь присутствует вот этот бугорок, видишь? Ага. То есть его не было, а он появился. Вот. Но вот здесь вот оно смешивается с комнатой, поэтому здесь трудно судить, на самом деле. Вот. Но вот это вот, конечно, аномальная вот такая штука. У меня вроде в комнате не было такого. Ну, потому что, наверное, все-таки басовик, он находится именно в этом стороне, сбоку. Да. И он как-то в другом. Была бы безэховая камера, а вообще классно бы было. Можно было бы все посмотреть. Ну, я могу сказать, что, возможно, что просто сама по себе она ярко орет, поэтому ее слышно. Ямка, наверное, это не было из-за комнаты. То есть в другую колонку по той же, и этой ямы не будет. Ну, у меня здесь нету ничего. Что это? Это твоя колонка, да? Да. Ага. Ну вот, как будто видишь, вот здесь вот все прямо ровно, 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 ровно. Откроешь еще раз у жама. Вот здесь как будто вверх пошла, а потом вниз еще вверх пошла. Ага. Да, возможно. Ну и вот здесь вот. Вот здесь. Давай посмотрим на эту область сейчас. Обратите внимание. Вот это. И вот это. Вот это. Вот это. Ага. Есть немножко, что отличает. Вот это. При тех же условиях. То есть, возможно, все-таки вот здесь вот она подольше стухает. Бугарек, вот конкретно вот этот маленький, это как раз возможно, что это резонанс корпуса. Верхняя и нижняя стенка. Порт 33 Гц настроен. Резонанс динамика подпрыгнул до 55, а был 41. 41. И стал? Да. И стал 55. 55. Опускается до 6 Ом. 5,8. А, даже вот здесь вот еще ниже. 4,8. Ага. Хотя он 6-омный. Неравномерность 12,6. Но я считаю, что это нормально. Кроссовер его разделил басовик на том месте. Да, да, да. А здесь разделил пищалку и... Смотри, вот, кстати. У пищалки резонанс ровно на 1,6. Они ее поделили. Кроссоверы тоже на этом месте. Где импеданс пищалки? Смотри, точно на 1,6. Получается, пищалка она резонирует на этом же месте. Да, да, да. Вторая колонка. Вторая колонка. Одинаковая ли у них? В принципе. Тремость есть, да? Единственное, что бас сместилась в левую сторону корпуса. И она смещает вот здесь. Ну, это комната яма. Ну, ты, может, сел не в то место. В такое же. Ты же по-любому там жопу свою не туда притулил. Может быть, да. Есть такое у меня. Ну, в принципе, повторяемость, да. Хорошая. Главное, чтобы средне-высокие и одинаковые. Все отлично. Это была первая колонка искажения. Это вторая. Это вторая. Это первая. Это вторая. Ага, даже лучше. У неё получше, да. По искажениям лучше. Именно пищалка хорошо сделана. Дерьмо пальцем не воткнули. Глупой. Ну, запишем лучшую, короче. Басовик находится. Вот с этой стороны. Sonarbox. Одни и те же услуги. Мне, пожалуйста, мою музыку. Одни и те же услуги. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok